Риск, адреналин и невероятное чувство свободы. А еще это реальная проверка нервной системы на стрессоустойчивость и на прочность. Автомобильный спорт появился тогда, когда было изобретено первое самоходное авто. Уже в то время многие мечтали о быстрой езде, поэтому сегодня гоночный спорт является частью огромной инфраструктуры, которая объединяет спортивные соревнования всех разновидностей, объемов и значений. Появление автотранспорта приходится на 1894 год. Так, в конце прошлого года в одной из парижских газет была опубликована статья, в которой рассказывалось о проведении первой гонки легкового транспорта. Гонка была утверждена на 22 июля 1894 года. Участникам безлошадиных экипажей нужно было одолеть расстояние в 126 километров от столицы Франции до Руана за время в 8,5 часов. Весьма интересно. Казалось бы, первый автомобиль появился на свет, как уже запатентовал себя в различных европейских странах. Само собой, ведь он являлся результатом многих последующих изобретений. Франция отпраздновала столетие автомобиля в 1984 году, Англия в 85-м, а Германия в 86-м. И эти три страны, наряду с Соединенными Штатами, должны разделить славу создателей коммерчески жизнеспособного автомобиля и важнейшей отрасли промышленности. Но, несмотря на то, что с технической точки зрения ее флагманом была немецкая продукция Daimler и Benz, автоспорт родился именно во Франции. Традиционно считается, что первая в мире автомобильная гонка сама по себе не являлась гонкой, но своего рода соревнованием, которое позже стали называть испытанием на надежность. Как уже говорилось ранее, о таком соревновании было объявлено 19 декабря 1893 года Пьером Жефаром, издателем парижской газеты Le Petit Journal. Первый приз 5000 франков присуждался участнику, чей безлошадиный экипаж, как полагалось, продемонстрирует наилучшую комбинацию безопасности, экономичности и удобства в управлении. Ко времени окончания подачи заявок желание принять участие в соревновании выразило не менее 102 участников. В настоящее время существует множество различных видов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надежность и так далее. В Казахстане найдется много любителей такого экстремального вида спорта. Как-никак автоспорт популярен во всем мире, и трансляции таких соревнований имеют большую телевизионную аудиторию. И нам, как для людей, неравнодушных к этому виду спорта, стало интересно, что из себя представляет данное зрелище. А главное, где можно насладиться отличной ездой на знаменитых гоночных машинах. Представляем вашему вниманию автодром спортивно-технического комплекса «Сокол». Это масштабный проект, который включает в себя комплекс уникальных гоночных трасс и развлечений. Территория комплекса занимает площадь в 205 гектар, способная с комфортом разместить около 105 тысяч человек. Также имеется развитая система паркинга в 35 тысяч паркомест. Коммерческая зона открыта для всех посетителей автодрома, и здесь расположены гостиница, пункты питания, биотуалеты, мини-гольф, фейнбол, а также музей автотехники и ретро-машин. Для активного отдыха на территории комплекса имеется кемпинг-зона, плавательные бассейны детки и взрослые, прогулки на багги и многое другое. Рустам, расскажите, пожалуйста, о комплексе и на чем был сделан уклон при проектировании? Конкретно о комплексе. Уклон был сделан на развитие именно автоспорта в Казахстане, чтобы его более популяризировать у нас, чтобы привлекать больше юнцов, молодых парней, девчонок именно к автоспорту, приучать их к этому. Скажите, пожалуйста, а что нас ждет в ближайшие пять лет? Ну, у нас, как у комплекса, большие планы в плане развития. Мы планируем проводить у нас MotoGP на большом треке, именно провести этот мировой чемпионат у нас в Казахстане. Неудивительно, что на спортивно-техническом комплексе «Сокол» позаботились о создании не просто автодрома, а полноценного места отдыха с автоспортивным уклоном. Многофункциональные трассы спортивно-технического комплекса «Сокол» позволяют проводить различные гоночные дисциплины, например, такие как «Дрифт». Особенность автомобильных гонок и подобных зрелищ состоит в том, что они являются техническим видом спорта, и успех в них требует работы большого коллектива специалистов – конструкторов, инженеров, механиков, пилотов, штурманов и других. Именно поэтому во время проведения мероприятий по «Дрифту» выделенная площадка оборудуется специальными ограждениями, подготавливаются зоны вылеток для безопасной остановки, присутствует шиномонтажная. А безопасность, которая на сегодняшний день в автоспорте стоит на первом месте, является главным критерием работы автодрома. Здесь во время соревнований дежурят службы чрезвычайной ситуации и скорой медицинской помощи. В данном случае «Дрифт» – соревнование на автомобилях при движении в управляемом заносе. И в отличие от традиционных видов автоспорта, решающими факторами, влияющими на победу, являются не время прохождения трассы, а техника управления автомобилем в заносе, прохождение клип-поинтов и зрелищность. Именно ввиду последнего фактора дрифтинг зачастую не воспринимается как серьезный вид автоспорта, а скорее как некое шоу. К слову, автодром представляет пилотам и участникам соревнований гоночные трассы по всем основным видам дисциплин, как авто, так и мотоспорта. Автодром «Сокол» позволяет использовать параллельно две трассы и конфигурировать их различными способами. Виражи и комбинации некоторых участков трассы дают возможность пилоту в полной мере продемонстрировать все свое мастерство зрителям на трибунах вместимостью до полутора тысяч человек. Есть полноценный трек для картинга, не имеющего аналогов в Казахстане. Его общая длина составляет 1650 метров разнообразных поворотов прямой и питлейна. Все результаты фиксируются точнейшей системой телеметрии. Вместимость в трибун – до 500 человек. А это трасса дрэк-рейсинга. Прямая дрэк-стрип, растянувшаяся на 402 метра, она оборудована барьерами безопасности, отделяющими трек от зрителей, и точнейшей системой телеметрии «Рейс Америка» для измерения результатов заездов. Имеются так называемые коридоры возврата автомобилей, что позволяет без задержки проводить заезды. Также на дрэк-стрипе дежурят службы чрезвычайной ситуации и скорой медицинской помощи. Общая протяженность трассы составляет 866 метров с участком дороги для оттормаживания, протяженность которого составляет 348 метров. Вместимость трибун на этой трассе – до 3000 человек. Эти соревнования на разгон по прямой устраивали еще до Второй мировой войны по общественным дорогам, в основном на четверть мили. Из истории мы узнаем, что в 1950 году в городе Санта-Анна, Калифорния, на местном аэродроме было проведено первое официальное соревнование по дрэк-рейсингу. Шоссейная кольцевая трасса с самого высокого класса в Казахстане начала строиться 8 лет назад. Над проектом спортивно-технического комплекса «Сокол» поработало проектное бюро Германа Тильке, автора практически всех автодромов, что в нынешнем веке появились в календаре «Формулы-1», начиная от трассы Сепанг в Малайзии и заканчивая треком «Ясмарина», что принимает гран-при Абу-Даби. После завершения строительства «Большое кольцо» готово принимать различные авто-мото-чемпионаты, такие как этапы чемпионата мира «Мотогран-при», этапы чемпионатов мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях «World Touring Car Championship», этапы чемпионатов немецкой гоночной серии кузовных автомобилей «Дойче Туренваген Мастерс» и этапы чемпионата мира по мотоциклам «Супербайк». Как вы уже поняли, технические виды спорта очень зрелищны и прибыльны, поэтому многие из нас готовы на все, дабы испытать это чувство адреналина и невероятную скорость. А наша передача подошла к концу, увидимся с вами в это же время, но правда уже в другом месте.